но у нас здесь соборов сегодня на оценке что здесь у нас крыльным проблем тут внутри оторвалось все стойка болтается колесо болтает соответственно все проржавело но это сделать надо вот чума просто оторвалось ведь все ну что будем делать чё ну короче вот это этот весь кусок вот вот он весь кусок и сейчас вырежем вот отсюда все и вставим вот этот вот так пример приварим как-то так ну вот мы тут отрезали можно ли здесь понять могу сказать что здесь просто нету ничего все отрезано выкинуто это еще не все подрезали как видим здесь вот это все придется тоже сейчас обрезать и в районе патрубов бака топливного тоже ну такая веселая история ну как то вот со стороны арки сторона нишка лица это выглядит так чем дорезано не до очищено ну здесь вот интересно тоже горловину бензобака где внутренняя арка вся прогнила вот этот самый по моему тоже кусочек надо будет сделать ну и здесь мы под горловину бензобака сделали кусок все это варили ну изнутри там тоже что там видно не видно короче то есть внутреннюю арочку мы уже начали делать ну здесь готовили вот эту маленькую деталюшечку я буду вставлять вот сюда вот то что здесь вот это ржавело вырежем а вместо нее вставим вот эту часть вот так будет вот тут промежуточный вариант наполовину сделаны пока здесь я уже говорил не говорил с такими пришлось сверху вырезы для того чтобы нам залезть вовнутрь там несколько слоев этого металла наложено поэтому мы там сняли верхушку опору затем проварили все внутри и на место выгрузили это с этой стороны а с другой стороны еще еще пока никак но заготовки то мы сделали вот они где то ну ладно пока не о том речь вырезаем ему куски внутренние стаканы что он себе представляет какой то слоеный пирог какой то слоеный пирог вот здесь вот внутренний слой железо наружный слой между ними что то там еще какой то герметик или шумка может это и задумано заводом как шумоизоляция но не совсем волшебное решение потому что все это гниет как видим и кстати будем когда менять куски здесь тоже получается как бы наружный слой железо и внутренний этот лист железо он потолще внутренний естественно как и основной ведущий что ли несущий приваривается надо к нему внутреннему а наружная она везде по всей плоскости если так вот сковырнуть она отлипает она не приварена ничего она просто действительно залипла ну в общем мы тут вот что здесь творим меняем эти куски зачищаем что из этого выходит показываю тут наварили карбон поменяли кусок задняя часть здесь как бы целая а вот то что там мы вырезали стакан для того чтобы иметь возможность залезть вовнутрь там несколько слоев этого железа слой за слой устанавливали и в конце концов стакан приварили на место ну продолжим работы ну а снаружи вот имеется ввиду что сейчас мы здесь подразберем начнем вырезать и готовлю детали и тоже приварить снаружи будет вот так это будет ну накладки снял что мы видим ну арка крыла до низу так и прожавела это будем делать а вот порог в хорошем состоянии похоже я его уже делал когда-то ну что видно вот порог здесь заканчивается кончик похоже делал вот этот вставлял детальку что-то в этом роде для тех кому интересно как я делаю заготовочки могу показать угол загиб бортовку делаю на зиговочном станке на зиговочном станке просто загибаю по очерчейному профилю начинаем прокатывать сжимая и загибая делаю Загулочный станок пришлось переделать, купил я уже в готовой заводской, но в ручном исполнении, поставил результата, поставил двигатель и он у меня стал с электроприводом. Давайте добавим скорости, что-то медленно. Дел по веселее пошло. Так, и последний разочек. Вот так мы уговор сделали. Ну а теперь вот этот радиус, он имеет там как внутренний, так и наружный. Будем это делать на шринкере, выводить сразу по месту. Нам пристали сделать вот этот профиль, часть этой арки, на которую выставляется эта накладочка. Естественно, нам сделать надо вот это. Вот из этого надо сделать это. Поэтому замеряем ширину. Примерно так. Примерно так. Так. Он должен сюда вставляться будет. Вот. Просто очерчим ширину этой арки, где мы будем загибать. вот. Ну а сейчас сделаем вот этот переход. Вот здесь полочка идёт. Вот здесь полочку сделаем сначала. А потом подправим уже под этот радиус. подправим. Пока немножко не сходится. Но это мы сейчас сделаем. Вот наш дегулочный станок. Вот. Это уже дегулочный. Шринкин. На растяжение делаем. И тогда у нас этот угол пойдёт вот так. вот как подправим. Смотрим. Видите? Он пошёл на оружие. Маленький уголочек. Смотрим. Вот. Смотрите, неплохо. Ну да, ищи не думайте. Вот так. Всё достаточно. Сейчас здесь вот я затративаюсь 90 больше, получился погруче, мы его сделаем более паутным. Вот это накладка. Вот это накладка. Вот это накладка. Расправляется легко. Ну вот, в принципе, уже пройдет хорошо. А здесь вот, в этом месте, надо загнуть больше, поэтому меняем насадки ширинки на стритчер. Делается это просто. Было бы удобнее, конечно, привод на каждую, но это надо дополнительное место, чтобы у нас не позволять. Поэтому, в принципе, и так легко. Так, вот мы поменяли, и теперь смотрим, в какой месте это делается. Это вот здесь вот надо делать. Я бы отметил, конечно. Так и сделай. Ну вот, отметил примерно, где нам загибать. Сейчас мы это сделаем, сделаем. Видите, угол сразу, как пошел. Так. Ну, померить надо. О, здесь побольше надо. Давайте продолжим экзекуцию. Так, как он у нас? Еще раз. Да, она здесь хорошо угол делает. Ну вот, уже хорошо, вот так оно и получается. Ну, надо идти к реальному трубку. Ну, вот мы детальку-то сделали, примерно. Такая хитрая форма. Ну, в принципе, без проблем на этих напрямках можно выбрать. Вот она оставляется сюда. В накладку. Все четко. Но потом все это сюда оставляется и примеряется, и приваривается, примерно так скажу. Вот так мы продолжаем делать арку очерченную. По кромке, по контуру, по мастерной бумаге, потом принесем это на железо. Вот, примерно вот этот кусок. Радиус мы сейчас очерпим. Вот наклеиваем, наклеиваем вот сюда. Вот так примерно. Я черчу. Так вот, просто все это пересунется. Ну, покажу, как раскраиваю этот лист. Ну, во-первых, я уже здесь наметил. Так, лишку отрежем чего-то. Для начала. Ну, теперь вот это вырежем, чтобы она не мешала. отклеиваем, пока. Давай, давай. Да, давай, давай, два. Вот мы этот кусок вырезали, сейчас мы здесь загнем кромочку эту на зиговочном станке. Свет не очень так. Свет не очень так. Свет не очень так. Свет не очень так. Выправили нашу заготовку в таком виде она никак не годится. Это он нам сделал для дороги. Так и так. Свет не очень. Так же был как это. Так. 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 erstар automation Вот этот кусочек вырезанный. Так. Мы вот вырезали наружную арку. Здесь внутренняя арка конечно. Сделаем ремонтную вставку, а потом ставим эту часть и приварим. Вот здесь мы внутреннюю арку сделали, она должна быть, она на жесткость придает. Сейчас просто наружное крыло наложим, приваримся. Примерно вот так оно и было. Вот. Ну это мы сделаем довольтовочку, потом заведем на крыло. И оно как усилитель будет. И типа без подкладки. Вторую подкладку там все время поставляют. И здесь завели поставить, ну вот так примерно будет. Вот так сделаем. Ну вот, по углу надо. И просто обгоняем. В общем, вставили и сейчас прихватываем. Теперь померили, что накладку, чтобы стояла в рове, что бампер. Сейчас пока на этом прихватим. Так, уберем. Не зажарит. Так. Сушеτη handled. Была потом из меня выбор. Херни. Существенно. Так. Самое. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...